Вести Хакасия на канале Россия 24. В студии Елена Крылова. Здравствуйте. Миграционная служба Хакасии провела рейд на пригородных теплицах Абакана. Там иностранцы выращивают овощи. Причем лишь единицы имеют регистрацию и разрешение на работу. Качество же урожая вызывает большие опасения у специалистов. Ольга Стельмах убедилась, что не все овощи одинаково полезны. Несколько сотен теплиц опустили незадолго до нашего приезда. В том, что эти места обитаемы, сомнений нет. На столе еще горячая похлебка, недалеко сушатся вещи. Судя по всему, нелегалы ушли отсюда в большой спешке. Вы здесь вдвоем на вот этих всех теплицах работаете? Почему? Тут и местные работают. Не убежали, а мы вышли. Никого уже нет. Владельцы этих теплиц, как выяснилось, сюрпризов не любят. На подъездах выставлены наблюдатели. Они предупреждают о любой подозрительной машине. Только по предварительным подсчетам выращивают овощи. Здесь полторы тысячи нелегальных рабочих. Здесь же и живут. Далеко в неприхотливых условиях. Со спецслужбами в прятки не сыграешь. Часть беглецов быстро нашли. По национальному составу рабочий коллектив весьма разнообразен. Есть выходцы из стран ближнего зарубежья, но основной поток нелегалов по-прежнему из Китая. Многие даже не владеют русским языком. Давно работаете здесь? Между тем, для каждого региона устанавливают лимит на иностранных рабочих, в том числе и в Хакасии. В Хакасии 1109 единиц имеют разрешение на работу в Хакасии. Из них 135 имеют возможность работать овощеводами. Из них порядка 50 китайцев, именно китайских специалистов. Официально же в республике выращивают овощи всего 8 жителей Китая. Сами нарушители границ признаются. Едут сюда не от хорошей жизни, да и прельщают неплохим заработком. Нам сказали, там легко работа есть. Если пойдешь туда, деньги платят они. Мы китайцам работаем здесь. А вот найти хозяина всех этих владений гораздо труднее. Официально владелец этой земли, житель Хакасии, сдал участок в аренду гражданину Китая. Тот подписал доверенность и вернулся на родину. Юридически привлечь к ответственности сегодня некого. Между тем нанять нелегалов для работодателей соблазн большой. Дешевая рабочая сила, не нужно платить налоги, а главное нет никаких трудовых обязательств. Недоволен зарплатой, вышвырнут на улицу. Людей превращают в рабов. А здесь много зарабатываете? Ну нормально. Мы еще деньги не получили. Сказали нам 18 тысяч на месяц. За месяц? 18 тысяч? Ну а реально еще не получили? Нет. Какие из нелегалов овощеводы выводы делают уже специалисты Ростельхознадзора. Едкий запах и приготовленные для обработки удобрения явно не говорят о чистоте продуктов. Не знаю, насколько вредно. Это нужно определять готовую продукцию. Должен приезжать сюда специалист, который должен отбирать конкретно с партии готовые продукции, выращенные в каждой теплице, отбирать образцы. И делать анализ на тяжелые металлы и содержание нитратов. Овощи с этих теплиц продают не только в нашей республике. Поставщики из других регионов фурами вывозят отсюда помидоры и огурцы. Продажи вообще начались уже овощи? Продажи, да. Начали уже. Туда отыскать, абакарь, на базар. Пинки. Там продают. Незаконных овощеводов будут удерживать, пока не выяснят о них всю информацию. Для этого на их родины отправят запросы. Максимальная мера – выдворение страны. Только в этом году Хакасию принудительно покинули 66 человек. Сколько за это время нелегально приехало в республику, неизвестно. В этот раз ночевать за решеткой останутся лишь 12 человек. На всех не хватает камер. Остальные вернутся, чтобы собрать новый урожай. При легальном выращивании овощей, прежде чем попасть на прилавки, проходит сертификацию, где специалисты подтверждают их безопасность. Вот эти помидоры поспеют меньше, чем через неделю. И, судя по огромному количеству химических удобрений, они вряд ли бы прошли экспертизу. Ольга Сельмах, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Нарушителями закона с 1 июня потенциально могут стать и около 60% граждан России. В эту субботу вступают в силу запреты на курение в общественных местах. В День защиты детей в России будет полностью запрещено курение в госучреждениях, больницах, стадионах, ресторанах, в общественном, городском и пригородном транспорте, а также на вокзалах. Сигаретой нельзя появляться на пляжах и детских площадках. Под ограничения попали все образовательные учреждения, неважно, частные или государственные. Например, чтобы студенту устроить перекур, от вуза необходимо удалиться минимум на 15 метров. В подъездах и лифтах дымить также запрещается. Следить за исполнением данного закона будет полиция. Правда, пока штрафные санкции за курение еще не прописаны в административном кодексе. Сотрудник, увидев курильщика в неположенном месте, может всего лишь потребовать бросить сигарету. Если гражданин не прекратил это правонарушение, в таком случае наступит ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Штраф предусмотрен от 500 рублей до 1000 рублей, либо административный арест до 15 суток. Безусловно, мы не будем, наверное, целенаправленно работать в этом плане, прям курильщиков ловить. Наверное, нет. Я думаю, что все-таки это больше, наверное, правосознание самих граждан. Действительно, это плохо курить, это неправильно. Это пагубно для здоровья, в первую очередь. Через год список мест, где запрещено курить, пополнится. Так, например, нельзя будет курить в гостиницах и санаториях, а также в поездах дальнего следования. Если курильщик со стажем будет добираться железнодорожным транспортом из Москвы во Владивосток, от сигарет придется отказаться на неделю. Виктор Зимин провел расширенное совещание с кабинетом министров и главами городов и районов. Главная тема – выделение земельных участков жителям Хакасии. Отныне властям всех уровней предстоит масштабная работа. Из зала заседаний Алексей Баинов. Совещание прошло быстро и в жесткой форме. Виктора Зимина мало интересовали данные о сделанном. Он требовал реальных предложений о том, что предстоит сделать. С появлением нового закона о землях для молодежи категория льготников значительно увеличилась. И хотя Хакасия сейчас в числе федеральных лидеров по вопросам выделения земель, работа предстоит непочатый край. Есть договоренность с Федеральным фондом содействия развития жилищного строительства. Хакасии будут переданы 15 тысяч гектаров, принадлежащих НИИ аграрных проблем. Из них 900 гектаров пойдут под жилье. Кстати, скоро в республику приедет генеральный директор фонда Александр Браверман и лично познакомится с процессом выделения земельных участков. На совещании был озвучен ряд проблем. Не во всех территориях можно подыскать удобные для проживания земли. Да и большинство людей хотят строиться вблизи столицы Хакасии. Поэтому основной груз ложится в Новосибаканские и Алтайские районы. Нужно согласовать планы всей инфраструктуры, чтобы люди сразу имели воду, дороги, социальные объекты, маршрутные автобусы, водоотведение. По предложению Виктора Зимина в состав рабочей группы включены специалисты Хакасэнерго. Их опыт строительства сетей в Саиногорске, Аскизе и других поселениях необходимо учитывать. При этом сами энергетики уже сейчас несут расходы. Средства потрачены, мощности запущены, а люди не торопятся с подключением. Примерно 50% из заявителей, они вот на сегодняшний день подключены. Значит, ну в ближайшее время надеемся, что и оставшиеся люди начнут потихоньку приходить. А иначе все впустую, иначе, ну я считаю, что нерационально мы построили мощности. Но, к сожалению, законам иного не предусмотрено, и мы вынуждены строить. По словам главы кабинета министров, расходы на создание инфраструктуры будут большими, и с этим ничего не поделаешь. Нужно сначала вложить, чтобы потом получить. Школы, детские сады, больницы, спортплощадки дадут людям жизнь. И тут же рядом появится бизнес, а это уже серьезные суммы налогов на долгие годы. Виктор Зимин подчеркнул, что эта программа является приоритетной для всей республики. И работа по ее выполнению – первоочередная задача для правительства и муниципалитетов. Сегодня в Абакане начался снос лечебного корпуса республиканской больницы имени Ремешевской. Демонтаж проводит красноярский подрядчик. Напомню, в здании после землетрясения появились трещины. В прошлом году Хакасия попала в федеральную программу, и на строительство было выделено около 3 миллиардов рублей. На месте старого корпуса будет построено восьмиэтажное здание, в котором разместятся 9 лечебных отделений. И в завершении выпуска информация из налоговой в Хакасии на одного миллиардера стала больше. И теперь таких богачей в республике двое. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда». Личности самых богатых жителей республики держатся в секрете. Известно, что прописаны оба миллиардера в Абакане. Лидером по доходам стал житель, задекларировавший больше 4,5 миллиардов рублей. Для сравнения, это примерно пятая часть всего бюджета республики. Напоминаю, новости нашей телекомпании можно также смотреть в интернете. Адрес официального сайта – вести.дефис.хакасия.рф. Наш выпуск завершен. Берегите себя.